Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Сегодня мы с вами будем обсуждать недельную главу Кисейца. И начинается глава, когда евреи идут на войну. Кисейца — когда ты выйдешь в плыб Малхама на войну. Сама недельная глава очень-очень насыщена. Это одна из самых насыщенных глав Торы по количеству заповедей. И почти все заповеди, так можно сказать, бытовые. У нас здесь были главы, которые обсуждали службу в храме, другие митства между человеком и Богом. Здесь практически вся глава посвящена очень такими бытовыми простыми заповедями о ослах, о быках, если кто-то что-то потерял, когда человек что-то нашел, когда законы жениться, наоборот, разводиться. Даже такие законы, когда кто-то кого-то изнасиловал, все эти законы буквально насыщены, очень насыщенная отдельная глава. Конечно, в одной лекции мало чего можно обсудить. Но начнем сначала, и с Божьей помощью мы увидим некоторые интересные вещи. Начинается еще раз глава, когда вы выходите на войну. И написано, что Бог даст вам возможность захватить пленных. Интересно, что в переводе, в число переводов упустили, оригинально написано «большевисты шивьев». В обычных переводах они просто написаны, что вы и возьмешь у них пленных. Так у них в основном переводе написано «его пленного». Шивьев, в основном переводе, на самом деле, как бы «его пленного». Что значит «его пленного»? Вы возьмете пленных? Я слышу очень интересное объяснение. «Его пленного» имеется в виду, что когда еврей идет на войну, на самом деле он захватит пленного, который был в плену у нашего врага. Очень интересная вещь. Во всех бойнах очень часто большой спор, кто освободитель, кто захватчик. Все мы знаем знаменитую фразу «израильские захватчики», «советские освободители». Была шутка во временах Афганистана, когда два советских солдата стояли на посту. И просто проходил какой-то там местный афганец. И один из солдат пустил по нему автоматную очередь, убил. Второй ему говорит, слушай, Вася, за что ты его? Он говорит, ну, в чем? Чтоб не топтал нашу афганщину. Какая была шутка в 80-х годах. То есть мы не знаем, кто очень тяжело определить, кто кого захватил, кто пленный, кто на самом деле освободил. Так здесь недельная глава на самом деле рассматривает по этому объяснению момент. Вы взяли в плен пленного, имеется в виду пленного вашего врага, то есть он у вашего врага был в плену. И подразумевается очень интересный момент. Кроме обычного перевода недельной главы, как говорится, про военные действия, наши мудрецы всегда проводят очень много параллелей, что у каждого из нас есть внутренняя борьба. Внутренняя борьба между двумя нашими желаниями. У каждого человека есть такая вещь, как «Ейцерара» и «Ейцертой». По-разному переводится. На мой взгляд, сам такой подходящий – это хорошее желание и плохое желание. У каждого человека нам Бог дал что-то положительное, что-то отрицательное. И всю нашу жизнь, что мы долго жили, внутри нас идёт борьба. Я буду чаще использоваться слово «борьба», хотя наши мудрецы пользуются слово «война». Я буду употреблять всё время слово «борьба». Во-первых, оно более подходит русскому зрителю поближе, как бы, собственно-таки, «борьба». И кроме этого, в наше время очень часто, если одно и то же слово повторяют много раз в лекции, может, цензуру запретить этот урок. Уже был такой случай с моим уроком. Поэтому мы будем пользоваться слово «борьба». Но если вы будете смотреть в оригинале, вы увидите другое слово. Ещё раз, у еврея есть внутренняя борьба между чем-то хорошим и плохим. Ецарай, Ецартов – хорошее желание, плохое желание. И вот эта Ецартов, она всё время должна бороться с нашим плохим желанием. Во-первых, у каждого есть своя борьба, у каждого есть своя, получается, линия фронта. И на самом деле, когда человек побеждает, то есть человек, что значит, побеждает? У человека, например, была какая-то плохая черта характера, человек был вспыльчивый. К примеру, человек был вспыльчивый, он таким родился. И он таким родился, и он над этим работал. Он работал, и потихоньку-потихоньку он побеждал. Он себя больше контролирует теперь. Он не такой вспыльчивый. Это победа за победой. Но вы, получается, себя в плен берёте. То есть вы как бы отвоёвываете, вы освобождаете. Потому что на самом деле душа человеческая, она хочет быть очень чистой. На самом деле мы каждое утро говорим, что наша душа, она очень чистая, это часть Бога. Идеальная душа без всяких посторонних желаний, она очень чиста. Поэтому, когда мы побеждаем, на самом деле мы не завоёвываем, мы наоборот отвоёвываем, мы освобождаем. Мы освобождаем свою душу от всех плохих намерений, которые она имела. И поэтому, если наша недельная глава намекает на эту борьбу, поэтому теперь мы можем понять, почему вы освободили как бы пленник. И наша недельная глава, которую мы учим, это за несколько недель до нашего шана, это день, когда нас будет судить. И нам недельная глава напоминает, что вы целый год, это был целый год борьбы, каждый день наполнен этой борьбой, когда человек, с того момента, когда человек открывает глаза, начинается сразу борьба, встать, не встать, опять, у каждого своя борьба. Куда идти, где идти, куда смотреть, куда не смотреть. Человек полный день, он полный борьбой, сам собой. И дальше написано, что это пленница. В оригинале написано, что еврейский солдат дойдет на войну, он, брат, берет себе пленницу. И это не еврейская пленница, он ее берет в плен, дается ей месяц поплакать, оплакивает она своего отца и свою мать. И потом они женятся, если она ему нравится. Если она ему не нравится, он должен ее отпустить. Это по-простому, если словно переводить. Но некоторые говорят, что плачет, опять-таки, это плачет наша душа. И месяц, который в нашей недельной главе написан, это намек на месяц Элуль, который эта глава всегда читается. И наша душа плачет, месяц Элуль оплакивает своего отца и мать. Отец очень часто мудрецы называют нашего Всевышнего, это наш отец. И еврейский народ, это наша мать, наша община. То есть еврейская душа после этих побед, после того, как она попадает, возвращается, она начинает плакать. Теперь плач и слезы обычно у нас ассоциируются с чем-то очень плохим. Это ассоциируется с болью, это может быть боль физическая, боль духовная. Здесь я хочу рассказать, это совсем другие слезы. Понимаете, если я вам скажу, я хочу вас рассмешить, то я сразу буду слушать. Если вдруг лектор начинает лекцию и скажет, я вам обещаю, что вы сейчас не будете плакать, скорее всего, люди не будут слушать эту лекцию. Здесь эти слезы, это другие слезы. Есть такая вещь, как называется, слезы радости. Я сейчас объясню, что это подразумевает. Сарабейна Йойна, это один из величайших еврейских мудрецов и фолософов, который жил в начале Средних веков. Он написал целую книгу, посвященную раскаянию, покаянию, возвращению. И он там приводит в самом фактическом начале, что один из шагов покаяния и возвращения – это плакать. Оплакивать свои грехи. Он рассказывает, что наши глаза – это то, с чего грех на самом деле начался. Обычно для того, чтобы что-то согрешить, человек должен что-то увидеть сначала. Он сначала что-то увидел, потом он подумал, потом он решил, и потом он или съел, или пошел, или сказал. В зависимости от своего поступка. Но начинается очень часто с глаз. А Рабейна Йойна говорит, что глаза теперь должны в виде раскаяния выплакать. И плакать. Так они из комментариев, очень интересные комментарии говорят, что есть такая вещь, как слезы радости. Слезы радости, очень интересно. Если вы проанализируете, они обычно приходят, слезы радости, если радость пришла после чего, какой-то боль. То есть, к примеру, человек, какой-то человек, ему поставили, например, какой-то нехороший диагноз, и он очень испугался. И он прямо не знал, что ему делать. И вдруг через какое-то время ему говорят, это произошла ошибка, все хорошо. И он, начиная плакать от радости, это называется слезы, если у кого-то, не дай бог, у него было детей, наконец-то родился ребенок, кто-то долго не мог жениться, наконец-то он женился. У кого-то какая-то... А после того, как эта боль уходит, и приходит что-то неожиданное, очень что-то хорошее, обычно это тогда происходит, слезы радости. И у нас, если вы проанализируете, такое тоже бывает очень часто, мы слышим истории, может, некоторые из вас сами это пережили, когда еврей, например, первый раз попадает в Иерусалим, еврей, который попадает первый раз, к стене плача приходит. Еврей, когда приходит на какие-то святые места. Была история, когда один нерелиозный еврей пришел в одну большую иерусалимскую ешеву, просто посмотреть, и он начал плакать, он не знал, что с ним происходит. Он просто увидел, когда там тысячи людей сидят, учат Тор, и он заплакал. И он не понимал, что с ним происходит. Есть еще одна интересная история, может, вы когда-то слышали, может, даже я рассказывал. После шестидневной войны, когда израильские солдаты освободили стену плача, большинство религиозных солдат пришли, и они плакали, они плакали возле этой стены. И там был один совершенно нерелигиозный солдат, к сожалению. И он тоже заплакал. Его друзья спросили, почему ты плачешь? Далеко от всего этого. Он говорит, я плачу, потому что я не знаю, почему надо плакать. Есть такая вещь, как человек после какой-то боли, после чего-то, какого-то ожидания, когда человек начинает получать эту радость, так слезы плачут. Почему? Потому что на самом деле тело, оно радуется. Но глаза, глаза просто не знаю, как реагировать. Глаза, с одной стороны, привычка была, что какая-то была печаль. Поэтому глаза как-то неправильно, если так можно сказать, реагируют. Глаза начинают плакать. Так теперь, когда еврейская душа раскаялась, человек грешил, человек провел год как положено, и как ему казалось положено. Он делал те вещи, которые ему не надо было делать, он был далек от всего этого. К концу года он понял, что ему надо браться за голову. И он начал действительно эту борьбу. Понемножку, потихоньку он начал исправляться. Он начал чаще ходить в синагогу, начал слушать шафар. И в результате борьбы его душа возвращается в исходное положение. Он освобождает, отвоевывает себя. И поэтому у него появляется радость. И иногда во время даже молитвы, например, молитва на Йом-Киплур, молитва в Рашашана, вот эти молитвы в святые дни, человек иногда начинает плакать. Это не слезы боли. Это на самом деле, если вы проанализируете, слезы радуются, потому что его душа, он уже даже не понимает, что с ним происходит, что плакать. Но его душа просто возвращается там, где она должна на самом деле быть. И он поэтому плачет. Поэтому, когда в нашей недельной главе написано, что пленница будет плакать, месяц, некоторые говорят, что это намек на нашу еврейскую душу, которые весь месяц Солуй будет оплакивать, не оплакивать печально, а возвращаться к Торе и возвращаться к нашему Всевышнему. И поэтому наша недельная глава начинается об этой борьбе. После этого я вам хочу рассказать, что не только в нашей недельной главе этот намек про борьбу, войну. Если вы посмотрите Кахелет. Кахелет – короткое вступление. Кахелет – по-русски более привычно к нам слово «экклезиаз». Написан был Шлой Маамелла, царь Соломон. Царь Соломон, три его книги включены в тонах. На самом деле написано, что он написал много книг. Но эти три его произведения, на самом деле, он их составил. Он их не записал. Они были записаны именно как произведения позже, но составлены они были царем Соломоном. И Раши в трактате Балабасана говорит, что ему кажется, что первое, сначала, когда он был молодым, он написал песни-песни, потом он написал, когда он уже в средний период своей жизни, он написал мишлы притчи. Когда он уже был старым, в конце своих дней, на самом деле не так много жил, он жил только 52 года, но к концу своих дней он написал вот этот Кахелет. То есть это произведение написано было самым мудрым из когда-либо кто-то когда-то жил. И не только оно было написано, это когда он уже был пожилым, то есть он уже набрался мудрости, если можно сказать. Если вы посмотрите, кстати, тоже к концу, с 1-9 главы Кахеллеса говорит царь Соломон, вот еще такую мудрость видел я под солнцем. То есть сам царь Соломон шла и Мамелла говорит, что это мудрость. Вот какую мудрость видел я под солнцем, и велика она для меня. И тут начинается рассказ. Притча, рассказ. Городок небольшой, и людей в нем немного, и подстопил к нему великий царь, и обложил его, и возвик против него большие осады и укрепления. То есть осада, нападение, маленький городок, он окружен каким-то царем. Но нашелся в нем мудрый бедняк, и он вызвал этот город мудростью свою, но никто не вспомнил об этом бедном человеке. Я подумал, мудрость лучше отваги, но мудрость бедняка презирают, и слов его не слушают. То есть какая-то непонятная история, был какой-то городок, там немного людей, какой-то царь его окружил, потом какой-то бедняк спас. Что мудрость? Где мудрость? Тут, по-моему, все согласны, что нужны комментарии. Слава Богу, нас не оставили без комментариев. В Талмуде, в Трактате Дендорим, приводится объяснение, что это значит. В Трактате Дендорим объясняется, что маленький городок – это наше тело, это мы с вами. Каждый из нас – это маленький город. Многие из вас, конечно, знают, всякие параллели, что каждый человек – это звезда, каждый человек – это планета. В данном случае, царь Соломон говорит, что каждый из нас – это маленький городок, в нём немного людей – это наши части тела. У нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть уши. То есть разные части тела, которыми мы работаем. То есть мы как один большой, небольшой городок, у нас есть части тела. Великий царь, который обложил его, на кто нас нападает? Кто этот Великий царь? Это Ейцерара, вот это дурное, плохое побуждение, которое на нас напало. Машо, это комментарий на Геморо, здесь получаются комментарии на комментарии. Машо объясняет, потому что, почему-то мы так решили, что это именно Ейцерара, потому что написано, что царь обложил, царь воздвиг, обычно это не царь, это же армия должна делать. Потому что это образно, но почему царь Соломон говорит, почему Шлой Мамелло говорит, что царь, какой-то великий царь, обложил, напал. Его армия, царская армия. Поэтому Кталмуду объясняет, что на самом деле не говорится о целой армии, говорится о одном царе, это яйца Ра. Этот царь, он у вас есть. У каждого из моих слушателей, я уверен, что вы большие царики, большие праведники, написано, сам царь Соломон сказал, что нет праведника, который никогда не грешил. Так у каждого, знаете, есть этот царь. Почему он называется царем? Потому что если мы ему дозволим делать то, что он хочет, он будет над нами царить. Он будет над нами управлять. Этот царь пытается захватить город, но нашелся бедный мудрец. Это наше хорошее побуждение. В каждом городе, в каждом из нас, есть хорошее побуждение, хорошее желание. Есть царь, которая благодаря Торе, благодаря Митсвоте, может бороться с этим царем, но царь Соломон говорит, о нем никто не думает. Гемора говорит, что когда на человека нападает этот царь, никто не думает о чем-то хорошем, человек может попасть в ловушку. То есть мы видим царь Соломон, видим, что Талмуд тоже провел эту параллель, что каждый из нас, это городок, каждый из нас должен бороться, каждый из нас, мы можем не обращать это внимания, у нас есть линия фронта. Когда мы родились, когда мы пришли, у каждого из нас эта линия фронта проходит совсем в разных местах. Есть люди, которые родились в израильском районе Мея Шаарим, которые никогда вообще ничего не видели, они только из дома в синагогу на яшу жизнь заходили. Ихняя борьба, это знаете, когда они уже там 10 часов проучили гемору и хотят идти домой, на самом деле у них есть еще силы полчаска поучиться, так они должны бороться, заставить все-таки не только 10 часов учить Тора, а 10 с половиной. Это ихняя борьба. И если они уйдут таки домой поспать, покушать, значит, они проиграли. Они вместо того, чтобы учиться 10 с половиной часов, они учатся 10, значит, это проигрыш. Значит, они сдали территорию, они отступили. Есть люди, которые родились в другом районе, не в Иерусалимской, есть люди, которые родились в городе, например, Биробиджан, и у них, может быть, был вопрос, начинать ли соблюдать кашу. Есть люди, которые приезжают в Израиль, есть люди, которые в других странах. И на каком-то этапе жизни они понимают, что все-таки мы евреи, они понимают, что есть Тора, есть Бог на свете, но привычка все-таки. И они осознают, надо начинать соблюдать кашу. Сначала человек начинает говорить, ну, я не могу сразу начать все соблюдать, давайте на первых порах я хотя бы буду не кушать ни кошерное мясо, хотя буду покупать кошерное мясо, потом он покупает кошерную посуду, потом он перестает кушать. И так потихоньку, на самом деле, что происходит, он километр за километр отвоевывает, освобождает, не просто захватывает, освобождает территорию. Если он занял, значит, он уже все, он уже привык. Теперь он только кошерное кушает, все, значит, он победил. Теперь, когда он проходит мимо некошерного ресторана, его туда даже не тянет. Он настолько к этому привык, у него даже мысли нет, значит, он победил. Если все ему еще туда немножко тянет, да, он борется, значит, он еще врага не убил. И так далее. Опять-таки, у каждого своя линия, у каждого свое наступление, человек должен слушаться своим хорошим побуждением, иначе у него будет царь, который будет руководителем. Весь месяц Алуль, мы говорим 27-й Псалом, утром, мне так говорят, еще в Минху, в Марьеве. Но вместе с Алуль, это, кстати, я Резальп, постановил, говорит 27-й Псалом, это уже царь Давид, отец царя Соломона. Если посмотрите, русский перевод этого Псалма, это как бы военный Псалом. Псалом начинается, когда приблизится ко мне злодея, чтобы пожрать плоть мою, если обложит меня неприятельский стан, тоже, кстати, обложит меня неприятельский стан, не устрашится сердце мое, если встанет на меня война, и тут уповать я буду на Господа. По этому объяснению, царь Давид тоже, и поэтому мы говорим этот Псалом, весь месяц Алуль, царь Давид подразумевает здесь, кроме обычного перевода, царь Давид действительно был воином, но кроме этого, царь Давид подразумевает война, которая идет, борьба, борьба, которая идет в Хойдеша-Луль, и не только Хойдешу, это каждый день у нас идет борьба, и, кстати, Шафар, который тоже упомянут здесь, трубление, время боев, в былые времена трубили в труб. Это как бы поднимало воинов, поднимало у них настроение. Так Шафар, который мы трубим весь месяц Алуль, и Шафар, который мы будем трубить в прошлом Шана, одно из объяснений, в котором мудрецы говорят, почему Бог сказал трубить Шафару, в прошлом Шана, почему мы трубим весь месяц Алуль, это боевой Шафар. Все вперед труба зовет, да, потому что человек должен собраться своими силами и понять, что сейчас происходит, и, может быть, посредине года. Тоже, конечно, надо так себя вести, но особенно в эти дни, если человек знает, что есть вещи, которые он может исправить, есть вещи, которые он должен исправить, так это сейчас трубление Шафара должно нас разбудить и пробудить, особенно в прошлом Шана, очень важно, будем говорить еще про это, но единственное, о торе завтра, что жена, которое сейчас есть, это слушать трубление Шафара, это очень-очень важно, где бы люди не находились, может, даже люди нету возможности пойти в синагогу на весь день, но трубление Шафара, это одно из самых важных моментов, один из самых важных моментов для Шана, и человек, одна из вещей, которые можно думать, это вас пробуждают на бой, но не бой с кем-либо, а с вами же, с вашим дурным пробуждением, с чем-то плохим, и человек должен пытаться что-то сделать. Очень интересно, что одна из общих таких часто ошибок, которые люди делают, что, ну, я же это все хочу рассказывать, а вы не знаете, где моя полоса, где я нахожусь. Есть вещи, которые люди полностью уже сдали, сдали территорию. Есть люди, которые не могут себя контролировать, есть люди, которые ничего не соблюдают, есть люди, которые перестали, не дай бог, ходить в синагогу, есть люди, неважно, я не хочу давать плохие примеры, есть люди, которые совершенно не следят, что они говорят, ну, что нора, сплетни, все, теперь приходит Алуль, они вздыхают, ну, что вы можете, что вы от меня хотите, я так привык, я так вырос, я в Ешиву не ходил, все разные объяснения. Так надо знать, что даже, маленькая победа, вы что-то, значит, захватили. Если человек, который, например, должен орать, он не следит за своим языком, он говорит все подряд, это очень плохо, кстати. Но один раз, хотя бы один раз в день, он собрался, кто-то позвонил, и женщина, обычно, например, женщина, они чаще говорят, позвонила какая-то подруга, начинает вам что-то рассказывать, вы знаете, что-то нельзя слушать, логически, или это сплетни, или это обман, или это, неважно. И вы набрались силами, в обычном, вы, конечно, слушаете, даже интересно, вы набрались силами, сказали, вы знаете, я стою здесь занять, сейчас я должна идти, давайте потом поговорим. И повесили трубку, вы только что победили. Да, вы, может быть, вчера проиграли, вчера, но здесь вы, значит, захватили, вы немножко побороли себя, и так, если будет понарастающее, еще немножко, еще немножко, может быть, вы перестанете это делать, но каждый, даже если потом, на следующий день, к сожалению, опять произошло, и вы не победили, но эта маленькая мини-победа, она никуда не денется. В отличие от обычных действий, когда линия фронта меняется, туда-сюда, иногда то, что, знаете, отвоевали, а потом опять потеряли, здесь тот маленький городок, который вы отстроили, он уже ваш. Была интересная история в одной Ешеве после Емки-Пура. Ешев сказал очень интересную вещь, он сказал, что, смотрите, сейчас начинается Новый год после Емки-Пура, ну, чтобы вы знали, вот этот Емки-Пур со всеми молитвами, представьте, вы построили огромный дворец. Как бы будущий год не шел, мы надеемся, что мы будем себя хорошо вести, и Ешев будет тоже нас любить. Но что бы ни было дальше, 7 минут, но я что-то захватил, я что-то построил, это мое. Дальше, если мы продолжим, в нем в недельной главе, в этом же Тоне. Недельная глава говорит, что если у человека будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, потом недельная глава приводит о сыне. Недельная глава говорит, что если у человека будет буйный, непокорный сын, который не слушается папу-маму, сначала его предупредили, его выпороли, он все равно не слушается, его закидывают ко мне. Мудреце объясняет, что жучий бурый, непокорный, он украл у своих родителей деньги, он за эти деньги купил мясо и вино, и он, извиняюсь за вложение, нажрался. Мудреце говорят, именно такое слово, и его предупредили, чтобы он так не делал, его выпороли, если еще раз это сделает, его закидывают камнями. Мудреце все в комментариях бросаются, объясняют, что же происходит. Я не говорю, что такой большой антиннеген, но извините, что закидывать камнями, его убивать. Даша говорит, что этот человек, Кимора говорит, у него никакого будущего нет. Если мы видим, что он сейчас так себя ведет, он когда подрастет, мы говорим это о сыне, это говорится о 13-летнем парне, и, кстати, Кимора говорит, что такое никогда практически невозможно было, что такое случилось, там было настолько много законов и нюансов, некоторые говорят, что вообще никогда не случилось, некоторые говорят, что это практически никогда не случилось, не переживать. Но идея интересная, и комментарии объясняют, что тут Тора просто хочет нам сказать, что если человек будет поглощен и погружен в этот мир, если человек чувствует, что в этот мир он пришел попить и покушать, Так он никуда не пойдет. Нам нужны такие солдаты. В духе того, что я вам рассказывал, у человека должно быть какое-то желание сражаться. Теперь ни в коем случае не думайте, что Тора против этого мира. Наоборот, если вы немножко знаете про иудаизм, мы очень любим гифалтефеш, мы и кушаем, и пьем, и женимся, и детей воспитываем. Но человек должен следить, чтобы он не был в этом погружен. Чтобы он жил по-еврейски, пользуясь наслаждениями этого мира, для того, чтобы они ему помогали и так далее, но не может сейчас быть погружен и только этим жить. Если мы видим 13-летний парень, который только у него бармица была, и он уже ворует деньги, чтобы поесть, попить, и его предупредили, это не помогает, у него только будет плохо, он только будет грешить. И поэтому Тора сказала, что лучше ему прекратить жизнь, чем жить так, как он живет. Сам вопрос, опять, это не тема моего урока. Люди общепринятые, конечно, считают, что жить – это хорошо, и противоположие жизни – это очень плохо. Так Тора в очень-очень многих местах подчеркивается, мы даже сегодня поговорим немножко о Газболе, что необязательно жизнь – это лучше смерть. Бывает жизнь, которая хуже, чем лучше бы человек вообще не приходил в этот мир, если человек живет и грешит. Единственная причина, может быть, почему лучше ему жить, потому что он может раскаяться, пока он жив, он может раскаяться, вернуться. Но в целом, если человек живет и грешит, зачем такая жизнь? Поэтому недельная глава о этом говорит, интересно, мы все подчеркиваем эту 4-100 вещь, что на самом деле это цепочка событий. Недельная глава началась с того, что еврейский солдат пошел на войну и захватил пленницу. Теперь мы возвращаемся в обычный перевод, без параллели. Еврейский солдат пошел, захватил пленницу, она не еврейка, но зато красивая. Потом разрешает, только говорит, можно жениться. Потом недельная глава говорит, у него две жены, одна любимая, другая нелюбимая. Ну, я уже догадываюсь, кто любимая, кто нелюбимая, и сразу анекдот на эту тему. А потом у него как-то рождается непокорный сын. Опять-таки от этой жены. Так события идут по нарастающей. Иногда в нашей жизни, когда враг наступает, если мы отступили немножко, значит, мы вот этому царю дали кусок земли, потом еще немножко, еще немножко, и он воцарился, и воцарился. Начинается с маленького греха, потом больше греха, больше греха. Иногда может быть такое, что человек уже привыкает, и наша недельная глава этому учишься. Человек должен быть очень аккуратен, чтобы не сдавать, потому что по нарастающей может пойти очень плохо. С другой стороны, если немножко дальше посмотреть в недельной главе, с точки зрения положительной точки зрения, сначала там приводится митцва, если вы увидели птицу в гнезде, и вы хотите забрать яйца или птенцов, вы обязаны сначала отогнать матерях самку, только потом берите яички, митцва прогнать, чтобы не издеваться над мамой. Сначала ее прогнать, потом вы берете яйца. Потом написано, следующая митцва, если у вас есть дом, на крыше дома надо построить ограждение. Кстати, это очень важная митцва, что тора следит, что нельзя просто, знаете, просто на Бога надеяться, все будет хорошо, все будет в порядке. Человек обязан следить за своими движениями, за своими поступками. Торо говорит, что вы слышны построить ограду. Потом написано о винограднике, потом написано о вашей одежде. Прошу говори, что если ты удостоился, сначала начинается с очень легкой митцва. Ты прогнал птичку. Сколько там стоит, ты прогнать, вы похлопали, птичка улетела. Очень простая митцва. Тогда Бог даст вам дом, у вас будет возможность построить ограду вокруг дома. Если ты сделал эту митцву, тебе даст Бог, тебе даст виноградник, у тебя будет возможность в винограднике делать митцву, связанную с виноградником. Потом у тебя будет возможность делать митцву с одеждой. Если ты делаешь митцву, праведность, хорошая, тебе будет давать Бог, будет тебе дать возможность делать еще митцву, еще митцву, еще хорошую, еще хорошую. То есть, опять-таки, это пошло наступление, мы отвоевываем, мы завоевываем, мы делаем, мы расти, человек может расти, и Бог будет помогать. Знаменитое еврейское правило, что если человек хочет очиститься, Бог ему поможет. Потому что если человек хочет загрязниться, скрешить, Бог не будет мешать. Очень важно. Не будет ему помогать, но мешать он не будет. Если человек хочет улучшиться и справиться, тогда Всевышний будет помогать. Написано, что если вы откроете ему маленькое-маленькое отверстие, маленькую, если так можно сказать, порточку, Всевышний вам всё откроет. Но надо захотеть. Надо как бы, это наша недельная глава называется, надо хотя бы выйти, хотя бы постараться, и потом Бог даст силы. В нашей недельной главе, раз мы уже начали о бытовых заповедях, один из запретов это тоже, не пахать вместе с быком и ослом. Нельзя в одну упряжку запрять быка и осла. Кстати, есть очень много интересных объяснений. Есть одно объяснение, потому что бык, это очень по природе сильное животное, осел послабее, когда они будут вместе работать, осел будет очень страдать, он не будет успевать. Есть, которые говорят, что бык это как бы царь домашних животных, вот очень такое красивое животное. Осел это осел, это как бы некрасиво осла с быком вообще запрягать. Есть еще интересное объяснение, что бык это жвачное животное, поэтому бык он все время жует, осел это не жвачное животное, когда они будут вместе работать, осел будет смотреть завидно, осел будет смотреть на своего быка, своего коллегу, а коллега все жует, да жует, да жует, а бедный осел голодный, он же не знает, он же осел, он не знает, что у быка так желудок устроен. Это нечестно. То есть мы пытаемся не мучить животных, кстати, написано, что точно так же, когда вы берете на работу, комментарии говорят, что точно так же нехорошо, когда два человека, которые по своей структуре разные люди, нехорошо, чтобы они вместе работают. Если в одном офисе один человек, оба очень хороших, может быть, еврея, но один по своей структуре, например, очень такой мягкий, другой более суровый и так далее, нехорошо вместе работать. Но еще интересно, если обестрение когда-то слышу, что осел, слово осел на святом языке это хамор. Хамор, на самом деле это материал. Наши израильские слушатели знают, что хамор это материал. Осел это очень такое материальное животное, оно простое. Осел он есть осел. И не кошерный. Бык, это уже, на самом деле, самое большое кошерное домашнее животное. Кстати, он кушает жвачку. Одна из причин, почему стора сказала, что кошерное животное кушает жвачку, ему не надо много кушать. Он эту жвачку жует, себе жует, 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 жует. Ему не надо слишком много кушать, он не кушает мяса, ничего, он себе жует. Так, осел, не только это символ материального мира, он хамор, он хамор, это материальный мир. Бык, с другой стороны, наоборот, он выше всего этого. Человек должен следить, когда он в мире живет, не увлекаться, то же самое, не увлекаться, чтобы не было вместе оселы и бык у тебя. У нас есть мир материальный, у нас есть духовный. Надо всегда найти место, надо пользоваться, мы с вами должны пользоваться. Надо пользоваться материальным миром. Да, пусть у человека будет, то, что я вам рассказывал. Да, у человека есть мир, человек может в мире, он может делать митсу, ему дан дом, чтобы делать митсу, ему дали дом, чтобы он может построить, надеть мизузу, у него есть цицит, чтобы надеть кисти. Пожалуйста, надо не забывать, до чего мы в этот мир пришли, и не путать физические и духовные миры. У нас есть отдельный осёл, у нас есть отдельный бык. Дальше продолжается в нашей еженедельной главе. Если мы идём дальше, есть очень интересная заповедь. Написано, что человек не имеет права жениться на некоторых народах. Есть запрещенные народы. В наше время это совершенно не распространяется для Запада, потому что все народы перемешаны, поэтому в наше время ничего такого нет. И есть запрещенные народы, на которых нельзя жениться. Один из них — это маавитяне. И про маавитян, когда написано про маавитяне, очень интересно, написано про маавитян, что поскольку, когда евреи выходили из Египта, они наняли Белама, они его хотели проклять, и тут Всевышний очень строго к ним относится, написано, не ищи мира, мы как бы с ними в ссоре. Маавитяне и аманитяне — это два таких неприятных народа, мы с ними в ссоре, потому что когда евреи выходили из Египта, они наняли, написано, они наняли специально женщин, чтобы евреи грешили и так далее. Сразу после этого написано, что нельзя жениться на египтянах. Но там ничего не написано, что надо ненавидеть, все. Надо просто, нельзя, три поколения надо подождать. Если какой-то египетский нееврей принял иудаизм, его внуки уже могут жениться на евреях. Опять-таки это в наше время не подразумевается этот Египет, все народы перемешаны. Но комментарий, как интересно, Египет — это тот Египет, который замуровывал детей в стену, это тот Египет, который бросал младенцев в речку, это тот Египет, который, когда фараон, написано, что фараон, он зарезал детей, и когда еврейские дети, значит, фараон, он плавал, он плавал в крови еврейских детей. И тем не менее, то есть это, грубо говоря, если вы хотите немножко пример, более современный пример, так это будет пример, то, что произошло 80 лет назад. И тут Тора говорит, ну, конечно, эти все-таки египетяне, подождите три поколения. Нигде не написано, что надо их ненавидеть, нигде не написано, что что-то не то надо делать. Моеветяне, которые на самом деле нас пальцами тронули, написано, что мы с ними в ссоре, написано, что в Моеветяне до ста поколений нельзя на них жениться. Женщины можно, но мужчинам нельзя. Так наши мудрецы говорят, что тот человек, который кого-то убил, это очень плохо. Мы это обсуждали до этого. Но тот человек, который заставил его грешить, если вы помните, мы ведь там пришли моветянские девушки, еврейские парни начали грешить, погибло 24 тысячи людей, это страшнее, чем смерть. Потому что грех, когда человек грех, это наша душа, мы теряем нашу душу. Человек, который грешит, смотря какой грех, потеряет нашу душу. Так Тора, сама Тора говорит, что, конечно, это страшно, то, что нам сделали египтяне, но Моеветяне нам сделали, что значительно страшнее. Более на современном уровне, ни в коем случае я не говорю о существовании лох, я ни с кем не советовался. Но примерно, на мой взгляд, если вы хотите сравнить то, что сделала Евсекция в 20-30-х годах в Советском Союзе, и то, что сделала Гестапо в Германии, то что страшнее? Если пользоваться этой логикой, то, что сделала Евсекция, это хуже. Потому что миллионы еврейских людей, евреев Советского Союза полностью были оторваны от религии. Они не были убиты. Были такие планы, потом, уже с начала 50-х годов. Но физически никто не угрожал. Наша тора говорит, что то, что произошло, на самом деле в секции, это было страшнее. По-своему, это было страшнее, чем то, что сделали фашисты. Единственное, что есть на большая разница, что евреи, которые остались живыми, они, конечно, могут, они могут раскаяться, они могут вернуться. Потому что, понимаете, большинство людей, которые погибли во времена Второй мировой войны, давайте посмотреть правде в глаза, они, большинство из них, подавляющее место, уже бы не жили. Пошло уже больше 80 лет. Сколько бы им ни было, когда их убили, скорее всего, на сегодняшний день их бы уже в живых все равно не было. Но где они сейчас находятся? Мы все верим, что после того, как человек покидает этот мир, это только начало. Но люди, которые покинули этот мир, потому что их убили за то, что они были евреями, они попали, они будут награждены и так далее. Те люди, которые, они просто не отошли от религии, они бросили все, они стали совершенно нерелигиозными. Может, они жили дольше, но точно, кто сказал, ни в коем случае, мы не знаем, это не наше умодело, мы просто должны делать наше митву. Но есть о чем задуматься, что человек, может быть, даже человек, который жив остался, кто знает, может быть, ему было бы лучше, чтобы он не жил и грешил, и делать то, что он делает. В недельной главе написано о потере заблудившейся бык, заблудившейся осел. Написано, что если ты увидишь брата, быка брата твоего, или отцу брата твоего, которые заблудились, то надо его вернуть. И мудрецы говорят, некоторые комментарии говорят, что когда не подразумевается ваш брат. Иногда у нас есть потерянные братья, у нас есть братья, которые заблудились. Даже написано, если же не близок тебе брат твой, или ты его не знаешь, то забери его к себе домой. Надо помнить, что вокруг нас есть очень много братьев, которые, к сожалению, недалеки от нас, они, может быть, заблудились, потерялись. И каждый человек должен постараться, особенно в преддверии Рожошанан, если мы можем разбудить. Вы можете быть самим шафаром для вашего брата, для вашего знакомого, для ваших родственников. Сможет быть иногда своим примером. Если каким-то образом мы можем вернуть кого-то к Тории, и мы сами себя тоже, если каждый человек, который может сам себя приблизить к Тории, улучшить что-то, мы должны этим заниматься. Дай Бог, чтобы действительно все мы в этой борьбе, в этой большой борьбе, которую мы каждый день проводим, каждый день, чтобы у нас были еще одни победы, еще одна победа, и чтобы мы пришли к Рожошана действительно чистыми, и шафар, чтобы нас разбудил, чтобы действительно мы радовали Ашема. Как сказала одна моя слушательница, написала мне очень правильно, чтобы мы действительно следующий урок провели в Иерусалиме, не просто мы надеемся, что придет Машей, мы действительно надеемся встретиться, дай Бог, в Иерусалиме и продолжить наши даст Бог уроки Тора. До встречи в эфире. Спасибо за внимание.